Тревожный звонок на пульт дежурного МЧС поступил в 9 утра, и поначалу очевидцы сообщили о заурядном ДТП. На участке отоплодавшего по вызову не местного значения, муниципального образования Горки Жиз, произошло столкновение легкого автомобиля. Но уже через несколько минут стало ясно, что столкновение двух автомобилей может привести к серьезным последствиям для жизни и здоровья тысяч людей. Грузовик, перевозящий хлор, столкнулся с легковым автомобилем. После аварии произошла резгерметизация емкости хлора, и, соответственно, хлор начал распространяться и отравлять наше население. Впрочем, волноваться не стоит. Эти видеокадры – боевая тренировка сотрудников МЧС по предотвращению чрезвычайной ситуации. Уже через 10 минут спасатели были на месте аварии, и первое, что предстояло им сделать – извлечь водителя легковушки из покореженного автомобиля. Главной задачей было спасти пострадавшего, который находился зажатым в автомобиле аварийном, и эвакуировать его в скорую помощь. Сколько быстро все это удалось сделать? Как всегда. Какой у вас норматив? В данной ситуации это был не норматив, а в реальных событиях. А параллельно свою работу уже активно вели спасатели, отвечающие за локализацию очага разлива жидкого хлора. Для этого при помощи спецоборудования они установили водяную завесу над местом ЧП, чтобы опасное для жизни людей вещество не распространилось на ближайшее здание. В тренировке приняли участие десятки единиц боевой техники и специалисты разных ведомств. Сотрудники Роспотребнадзора по ходу спасательной операции измеряли показатели воздуха на месте аварии, а над местом чрезвычайной ситуации кружили беспилотники МЧС. Беспилотники могут применяться для проведения газоанализа и определения концентрации аварийного вещества в воздухе. То есть видеокартинка с беспилотника передается на пункт управления для руководящего состава главного управления, чтобы грамотно оценить обстановку в зоне чрезвычайной ситуации. Локализовать место разлива хлора спасателям удалось за 30 минут. Наблюдатели регионального главка МЧС выставили им оценку «хорошо» и рассказали, такие боевые тренировки будут проходить и дальше в регулярном формате. Дмитрий Вороновнин, Павел Яскин, Новости.